Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия Организационной методической поддержки органам исполнительной власти в сфере здравоохранения в оказании медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики по профилям в тезиатрии и инфекционные болезни. Отметим, что выездные мероприятия проводятся с целью совместного очного изучения и обсуждения состояния достижений и проблем в здравоохранении. По итогам аудита члены выездной группы доложили о результатах проведенной работы вице-премьеру Джанибеку Суюнову и министру здравоохранения республики Динари Камурзаевой. Обсудили основные вопросы и возможные пути их решения, направленные на улучшение служб. На учебный полигон отправилась очередная группа защитников Отечества из Карачаева-Черкесии. Все они подписали контракт с Министерством обороны России. Мадина Каракетова подробнее. По словам старшего инспектора пункта отбора на военную службу по контракту Ивана Киреева, решение 90% отправляющихся в зону СВО продиктовано желанием защитить интересы своей страны. Вот когда ситуация в Курске началась, много людей начало приходить, хотят помочь. Некоторые, чтобы получить выплаты, в основном много людей, которые именно хотят помочь Родине, помочь России в этот трудный момент. По словам Ивана Киреева, ежедневно военные комиссариаты республики обращаются от 5 до 10 добровольцев. Нередко изъявляют желание отправиться на СВО и представительницы слова ПО и иностранных государств, проживающих на территории Российской Федерации. Есть особые условия, им тоже надо собрать. Мы потом отправляем на согласование. Если их согласовывают, то так же процедура продолжается, когда для обычных граждан. В дальнейшем они получают гражданство Российской Федерации. Не все обратившиеся подходят под требования, необходимые для прохождения службы по контракту. Но, тем не менее, поставленную задачу на месяц военному комиссариату Карачаево-Черкесии выполнить удается. Временная выплата в общем 2 миллиона рублей. 1 миллион 600 – это от главы Карачаево-Черкесской республики, 400 тысяч от Минобороны. И зарплата от 210 тысяч в зоне проведения специальной военной операции. Подписать контракт на прохождение военной службы несложно. Необходимо обратиться в военный комиссариат по месту прописки. В каждом военкомате по Карачаево-Черкесской республике находятся наши инструктора. Можно обратиться к ним, они дадут список необходимых документов для заключения контракта. Их собрать, рассмотрят. Всех контрактников сначала направляют в учебный полигон и после прохождения специальной подготовки, которая может занять от двух недель до 20 дней, распределяют по войсковым частям. Мадина Каракетова-Лебастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня утром по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимирезова в ростовский военный госпиталь отправили 6 тонн питьевой воды. Формирование гуманитарного груза осуществлялось при поддержке сенаторов России Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. Отправка гуманитарной помощи ведется в рамках работы Единого штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе республики. Работа производится на постоянной основе. Кроме того, очень часто отправляется помощь и в зону СВО. Это одежда, продукты питания, предметы первой необходимости, средства защиты, техническое оснащение, которые помогают нашим бойцам успешно выполнять задачи, возложенные на них. Отметил руководитель исполнительного комитета регионального отделения Единой России Руслан Джамбай. Он выразил благодарность республиканскому депутатскому корпусу, волонтерам и всем жителям республики, благодаря которым сбор помощи проходит всегда оперативно. Он подчеркнул, что такая сплоченность свидетельствует о сильной консолидации общества для победы над врагом. Примечательно, что Карачаево-Черкесия с самого начала спецопераций помогает нашим военным, мобилизованным и добровольцам. За это время уже направлено более 1 тысячи тонн груза. Новый этап в развитии сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. В Черкесии в Северокавказской государственной академии состоялось открытие уникального проекта «Школа фермера». Обучение призвано помочь сельско-сельхозтруженикам повысить свои навыки и эффективность работы. Узнала о значимости проекта Альбина Ламкова. В нашей республике существенный потенциал для развития сельского хозяйства. Отрасль занимает опережающие позиции в экономике нашего региона. В списке лидеров зерновые культуры активно развивается садоводство. А продукция животноводства составляет более 50% от общего производства сельхозпродукции. В этой сфере реализуются крупные инвестпроекты по переработке молока и мяса баранины. Для того, чтобы отрасль работала эффективно, необходимы знания, которые приведут к еще большим возможностям. Именно в этих целях открыли школу фермеров. Она станет мощным стимулятором развития сельскохозяйственной отрасли, предоставляя обучающимся передовые знания и уникальную возможность для обмена опытом между начинающими и давно практикующими фермерами. Стимулируя таким образом развитие коопераций и взаимной поддержки среди сельских тружеников. Григорий Гнилорыбов – один из ее слушателей. Он занимается растеневодством с 2014 года. Но этого недостаточно, говорит фермер. Представилась возможность поучаствовать в проекте школы фермера, получить новые знания, потому что технологии и наука у нас не стоят на месте. Если раньше агрономия была приблизительной наукой, на сегодняшний день появились приборы и технологии, которые уточнили эту науку. Мы можем более точно работать и получать гораздо иные, большие результаты, соответственно, и прибыль. Школа фермера, социальный образовательный проект Россельхозбанка, Северокавказская государственная академия и реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства республики, региональной АКОР, группой компаний «Домотэ» и сады Карачаева-Черкесии. Сельское хозяйство никогда не было чуждым для жителей нашей республики. Мы всегда идем в ногу со временем. И с самого детства все жители нашей республики были тесно связаны с сельским хозяйством, с жителей на селе, в ауах, со своими дедушками, бабушками, так или иначе занимались сельским хозяйством. Поэтому понимание именно сельского хозяйства на сегодняшний день практически у каждого жителя нашей республики есть. И сельское хозяйство занимает неотъемлемую часть в структуре бюджета нашей республики. Слушатели, которые прошли предварительный отбор, теперь будут обучаться по двум направлениям подготовки – садоводства и животноводства. Главная миссия проекта – это получение аграриями всех необходимых знаний и навыков для создания и развития собственного бизнеса на селе. Сегодня все мы знаем, что проблема с кадрами. Проблема с кадрами в сельском хозяйстве особенно. Сегодня страна нас всех нацеливает на то, чтобы мы развивали высокотехнологичное производство. А сельское хозяйство тоже сегодня в жизни стоит на месте, а все новые и новые технологии. Мы, конечно же, должны открывать вот такие школы. На данном потоке 30 слушателей. Каждый из них в будущем будет развивать свое дело сельскохозяйственной отрасли уже на основе новых знаний. Обучат современным методам ведения хозяйства опытные преподаватели Северокавказской государственной академии. А уже на практике пройдут обучение. На базе ведущих предприятий отрасли ознакомятся с новейшими технологиями и инновациями. Хочу выразить огромную признательность и благодарность Россельхозбанку за этот уникальный проект. Он действительно уникальный. Более 6,5 тысяч мы с вами слышали специалистов подготовленные и прошли через эту школу. Что касается Северокавказской государственной академии, ни для кого не секрет, что университет является опорным вузом для нашего региона. Более 72 направлений укропненной подготовки специалистов мы проводим на площадке нашего университета. И аграрный институт, аграрные специальности для нас одни из самых важных и ключевых. Знания, полученные в школе фермера, которые мы с вами совместно будем обучаться новым, и бухгалтерии, и агрономии, и ветеринарии, получать новые знания в маркетинге. Они дадут новый виток, новый импульс развития фермерского движения в нашей республике. По окончанию официальной части открытия школы фермера слушатели получили именные сертификаты. Обучение будет проходить три месяца. В Карачаево-Черкесии завершился первый цифровой форум «Космос для людей». Его участниками стали ведущие эксперты космической отрасли, которые обсудили практическое применение астрофизических знаний. Смотрите подробности. В прошлом году в Москве на ВДНХ открылась выставка достижений до сопримечательностей, особенностей российских регионов. Стенды Карачаево-Черкесии дали посетителям форума полное представление о том, почему нашу республику можно считать астрофизическим центром страны. И вот в третью декаду сентября в этом наглядно убедились около 200 экспертов из нескольких десятков регионов, которые посетили специальную астрофизическую обсерваторию Российской Академии Наук. Идея форума принадлежит Рашиду Борисбеевичу. И на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ была представлена концепция форума министру цифрового развития связей и массовых коммуникаций Максуту Игоревичу Шадаеву, который в целом концепцию одобрил. И вот спустя небольшое время этот форум здесь, и он стал реальностью. Участники форума «Космос для людей» обсудили применение космических технологий в реальной жизни. Каждому была предоставлена возможность для открытого и конструктивного обсуждения приоритетных задач и практических решений в данной сфере, в том числе поиск перспектив для совместной работы вузов, государственных органов и бизнес-сообщества с активным привлечением молодых специалистов. В космической сфере вопрос с кадрами, как и в других отраслях, стоит очень остро. Но если говорить про именно направление космоса, то сейчас очень сильно стареет наш интеллектуальный потенциал, то есть те люди, которые пришли еще в времена развития космической отрасли, и они должны обязательно передавать свой опыт новому поколению. А молодежь не очень интересуется сейчас космосом, и нам необходимо продвигать и популяризировать это направление, чтобы новые кадры приходили в космическую отрасль. Эксперты поделились в том числе по видеоконференцсвязи данными об аппаратах для глобального, локального и регионального мониторинга, которые позволяют реализовывать инновационные решения для развития космических и цифровых технологий. Для локального мониторинга используются космические аппараты типа «Ресурс-Пэй» и «Конобус-В» с максимальным пространственным разрешением 90 сантиметров. На борту они имеют различную оптическую оптику-электронную аппаратуру. Значит, периодичность получения данных одной и той же территории составляет от одного до двух суток. В рамках форума «Космос для людей» были использованы различные форматы общения для поиска оптимальных способов совершенствования космической отрасли и применения полученных сведений для цифровой трансформации и развития экономики России. Артур Мыхце, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. В поселке Кавказском открылся современный молодежный центр. Теперь у юношей и девушек, проживающих в Прикубанском районе республики, появилась возможность заниматься саморазвитием в специально созданном месте, общаться со сверстниками, которые имеют схожие интересы. В центре побывал наш корреспондент Артур Мыхце. Всем привет! С вами Марьям и Зура. Сегодня мы хотим поговорить о смене движения первых в лагере «Адель». Марьям, поделись, пожалуйста, с нашими зрителями своими эмоциями. Расскажи нам, понравилось ли тебе в лагере и что тебе запомнилось больше всего. На связи молодежный центр. Все, кому от 14 до 35 лет, теперь могут проводить здесь свободное время. Заниматься саморазвитием, улучшать свои умения, реализовывать идеи и мечты. Я бы хотела разбиваться в сфере медиа. Мне очень нравится снимать видео, редактировать их, налаживать эффекты разные. Современный молодежный центр открылся в Кавказском во время празднования Дня Карачаева Черкесии. Проект был реализован благодаря прошлогодней победе нашей республики во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» и уже пользуется популярностью у юношей и девушек из многих населенных пунктов района. У нас молодежь активная, она у нас талантливая и им нужно именно такое место, где они смогут проявлять свои таланты, находить именно занятия по своим увлечениям. Здесь у нас имеется пространство развития, где могут проходить различные мероприятия, начиная от завещаний мастер-классов, заканчивая семинарами, дискуссиями. То есть это пространство, где молодежь может собираться, обсуждать свои идеи, планировать, делиться знаниями, опытом. Далее, сейчас мы находимся в пространстве идей, где имеется рабочая зона специальная для детей, кто хотел бы свои идеи воплотить в проект для дальнейшего участия в грантовых конкурсах. Есть также пространство созидания, где будут проходить образовательные курсы, в том числе по 3D-моделированию, социальному проектированию. Здесь же ребята смогут освоить азы ораторского искусства, изучать аграрную тему и многое другое. Площадки по интересам, художественная, ремесленная, швейная, кулинарные мастерские, территория для движения первых и их идей. Патриотическое направление, то есть любой человек сможет найти здесь что-то свое и обучиться любой дисциплине под руководством опытных наставников, либо самостоятельно, с друзьями. Почему здесь? Ведь можно пойти дома, посидеть там, попить может. Здесь мы проводим время с друзьями, развиваемся, общаемся, мы тут проводим весело время. Дома будет одному скучно петь, нет такого прям вайба, как сказать. Ну, там не так дома хорошо, как с друзьями, с приятными людьми. В помещении, где есть микрофоны, компьютеры, где уже можно самим песни записать. Посмотри, какое небо над тобой, посмотри, какие травы и цветы, посмотри на море ласковый прибой, посмотри. Артур Мхц, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. У Карачаева-Черкесского регионального движения «Русь» новый руководитель. В Черкесске прошла пятая конференция общественной организации, где подвели итоги деятельности и выбрали нового председателя. Защита прав граждан, сохранение и развитие самобытной русской культуры. Именно на этом сосредоточен фокус работы Карачаева-Черкесского регионального движения «Русь». Было отмечено, что работа нацелена и на защиту нравственности, духовное воспитание и образование русской молодежи посредством вовлечения их в празднование православных и государственных праздников. У регионального движения «Русь» есть свои районные отделения, и основное внимание там уделялось возрождению русского самосознания и национальных традиций, развитию славянской культуры, созданию добрососедских отношений с народами республики. После подведения итогов деятельности движения деликаты выбрали состав президиума «Руси» и контрольно-ревизионную комиссию, а затем и председателя. Эту должность на ближайшие пять лет доверили депутату Народного собрания Карачаева-Черкесии Алексею Ганшину. Далее в нашей программе интервью с педагогом, чей профессиональный стаж составляет более 40 лет. Рита Кипкеева – ветеран труда, имеет множество почетных званий, а недавно Рите Асхатовне было присвоено звание «Почетный работник сферы образования России». С педагогом встретилась Белла Джозаева.